Здравствуйте! Это программа «Персона Грата». Сегодня мы говорим о новациях дорожной компании 2014 года, сразу после пролога. После каждого капитального ремонта мы обязательно проведем правильно лабораторное исследование. Именно так, как положено по ГОСТам и СНИПам. Там, где должен лежать 7 или 12-сантиметровый слой асфальта, не получится положить 3. Сегодня в нашей студии исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области, руководителя блока инфраструктуры Николай Злобин. Приветствую вас! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Прежде всего, мы с вами посмотрим сейчас видео о состоянии Дорожного фонда и финансирование дорожной компании, ремонтной компании этого года. И начнем разговор. Внимание на экран. На дорожную сеть области в этом году потратят более 3 миллиардов рублей. 2,8 миллиарда профинансирует региональный дорожный фонд. Полтора миллиарда пойдут на дороге регионального значения. Ремонт пяти мостов, 69 километров асфальтового полотна, двух остановочных площадок, 40 автопавильонов, 147 километров линий искусственного освещения и содержание 3,5 тысяч автодорог и искусственных сооружений. С привлечением федеральных средств будут построены 9 сельских автодорог. Продолжится ремонт дворовых территорий и проездов к ним. Итак, ремонтная кампания начнется уже в апреле, раньше положенных сроков. И в этом году объем дорожного фонда более 3 миллиардов рублей. Это, в общем, большие деньги. А вопрос вот какой. Почему в Орле, в областной столице, по-прежнему суммы недостаточные для нормальной ремонтной кампании? Потому как большинство транспорта здесь, население больше трети здесь. Средства дорожного фонда распределяются пропорционально. Первое распределение – это пропорционально протяженности дорог. Распределяется – это муниципальный дорожный комп, который в этом году будет составлять 10% от всего дорожного фонда. Это 220 миллионов, и они уже распределены, и они будут находиться во всех муниципалитетах. К сожалению, в городах протяженность дорог, если ее прямо считать, она, конечно же, меньше, чем в любом из районов. Но вы считаете, это практика справедливая? Может быть, пора менять эту систему? Мы обратили законодательную инициативу, чтобы эту протяженность считать от условной ширины дороги. То есть не от ширины, скажем, улицы, которая может достигать и 20 метров, а от условной ширины наших дорог, она где-то у нас 6-метровая. Вот если мы таким образом на следующий год будем распределять, приняв некие изменения в нормативных актах, то в таком случае города, конечно, получат справедливую им причитающуюся долю. Что касается этого года и выделения средств, в том числе и на город Орел, то если в прошлом году с учетом всех средств, которые были выделены на город Орел, он получил 887 миллионов, это в том числе и федеральные средства по 450-летию, то в этом году запланированные средства в настоящее время 723 миллиона рублей. Еще даже меньше. Ну, с одной стороны, это меньше, но я бы хотел сказать, что мы точно так же планировали около 700 миллионов рублей в прошлом году, и потом их добавляли и довели до 887. И еще дополнительно мы считаем, в прошлом году было очень достаточно много средств было выделено на содержание, в этом году мы все-таки берем для себя приоритетом, в том числе и в городе Орле, выделение дорог для ремонта и капитального ремонта. И планируем еще уже на сегодняшний день, я думаю, что в течение двух недель будет доведена еще эта цифра до 50 миллионов рублей. По ремонту дворовых территорий там цифра чуть-чуть побольше, она в каждом году прирастает, чуть больше прошлого года. По безопасности дорожного движения в прошлом году было 23, в этом году 15. Это касаемо разметки светофоров? Да, светофоры, разметки и так далее. Это так называемый капитальный затрат на безопасность дорожного движения. Они в коей мере не используются на содержание. Это замена, реконструкция или создание новых объектов. И мы рассматриваем на сегодняшний день по поручению губернатора новую программу, сейчас мы ее готовим, и готовим источники для финансирования из-за определенной экономии, которую мы, думаю, считаем, что она будет, на строительство или, скажем, ремонт так называемых окраинных улиц, то есть улиц частного сектора. Еще вопрос о качестве асфальта, качестве ремонтных работ. Временно исполняющий обязанности губернатора говорил о том, что, в принципе, все вот эти компании по проверке качества часто у нас превращаются в профанацию. Когда лаборатория приезжает на место заранее оговоренное, где понятно, что толщина асфальта нормальная, берутся замеры именно в этом месте, показатели прекрасные, принимается дорога, и вот два шага влево, два шага вправо уже история совсем не та. А дорога принята, и все нормально, понятно, что далее в процессе эксплуатации понимаем, что происходит. Вот сейчас весна, особенно хорошо видно. Что касаемо качества и приемки работ, будут ли какие-то изменения? Да, конечно. Здесь только будет усиление и увеличение количества проверок. И в прошлом году был запущен механизм так называемого инструментального контроля. Кроме той визуализации, которую проводит, ну, скажем, там, заказчик сам по себе, принимая по количеству, скажем, асфальта, визуальному оценке качества положенного слоя и так далее, какие-то скрытые работы, кроме этого, еще будет проводиться инструментальный контроль. Та же лаборатория, две лаборатории «Орел» госзаказчика будут нацелены на эту работу. Это будет их основная задача. Кроме этого, мы внутри еще самого госзаказчика стационарно лабораторию наделили дополнительным оборудованием. То есть на сегодняшний день он готов. Принимаем еще одного человека в управление строительного надзора. Кроме как бы имеющихся людей, еще будет дополнительно один человек. То есть мы расширим их полномочия и возможность контроля. Я бы хотел отметить, в прошлый год, вот, жесткая система контроля не позволила, в принципе, какие-то дороги с большими недостатками сдать. На сегодняшний день мы таких дорог, которые мы считаем, что они неправильно выполнены ремонтом, этих шесть, на сегодня мы их не приняли. И подрядчику весной... Они не финансируются, соответственно. Не финансируются, никто не финансирует до того, пока они будут приняты по качеству. А вот эти самые недобросовестные подрядчики в 2014 году будут участвовать в ремонте? Нет. Мы надеемся, та система, которая у нас, как бы внесение их в реестр недобросовестных подрядчиков, исключит их участие. Вот еще одна традиция. Ямочный ремонт. Многие говорят, что просто бесполезная трата времени. Не оправдывает себя ямочный ремонт. Нет, нет, нет и нет. Ямочный ремонт – это восстановительный, поддерживающий ремонт. Если мы ремонтируем ямку, скажем так, шириной квадратный метр 50 сантиметров, то если мы ее все-таки не заделаем даже в зимнее время или весеннее время любым асфальтом, литым, горячим, то до тех пор, пока мы придем к ремонту, она увеличится в несколько раз. И, соответственно, затраты будут гораздо больше. Ямочный ремонт – это не то, что мы... Не можем отказаться от этого. Не можем, в настоящее время не можем. Просто в нем технологически нужно понимать, что есть и технологии и такого восстанавливающего ремонта. Ему сейчас мы уделяем большое внимание. Но хотел бы отметить, если взять 2012-2013, сейчас вот 2014 год, ямочного ремонта у нас остается все меньше и меньше. Места ему остается все меньше. Потому что отремонтированные дороги, они все-таки не требуют такого ямочного ремонта. Пока мы работаем... И многие действительно были сделаны хорошо. Да, и многие, и мы постепенно, конечно, мы его уменьшим. Будут ли в этом году использованы технологические некие инновации? Да. Мы как бы по поручению губернатора попробуем поработать холодным рециклингом. Это смесь, которая при определенных добавках, смесь обрабатывается, укрепляется. Попробуем поработать. И там, где мы хотели бы сделать, так называемые, еще безасфальтовые дороги, из грунта выходим на щебенку, щебеночные дороги укрепить и на асфальте. Вот эта технология, она, кстати сказать, не новая, она у нас использована. Если в городе Орле, это улица Красноармейская, которую сделали еще в 2010, по-моему, году. Это гораздо дороже? Это несколько дороже, но это надежнее. Мы, когда вас приглашали на эту программу, планировали поговорить исключительно на тему дорог. Но вот недавно пришла новость, наш регион проверял фонд содействия реформирования ЖКХ. Вот о результатах сейчас посмотрим в видеокоротком. И вот еще об этом несколько вопросов у меня есть. Фондом ЖКХ были рассмотрены годовые отчеты 81-го субъекта Российской Федерации. Фондом ЖКХ принято решение о приостановлении предоставления финансовой поддержки 28-ми субъектам Российской Федерации в связи с выявленными нарушениями. В Орловской области в связи с необеспечением долевого финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Итак, были выявлены нарушения, прямое следствие тому перекрытия финансирования. Вот что будет с теми людьми, которых должны были расселить в 2014 году? Действительно, на сайте такая информация появилась. То есть у нас нет, конечно, решения фонда по приостановке, его нет ни у кого. Но на сайте такая информация есть, нам о ней предупредили. Действительно, она появилась, потому что не было обеспечено долевое финансирование из областного бюджета в городе Орле и в одном муниципальном образовании из муниципального бюджета. Вот сейчас есть 4 месяца на то, чтобы устранить все нарушения, как написано. Но на вчерашний день, как бы по состоянию на 8 марта уже устранено. Долевое финансирование уже как бы обеспечено. И сегодня сотрудники туда уехали. И по состоянию на сегодняшний день мы как бы эту проблему снимаем. Но хотел бы отметить, что до мая мы никаких денег не получили бы так или иначе, потому что мы все необходимые финансовые средства на 13-14 год переселения мы уже получили. А заявку на 14-й мы только отвезли и финансироваться она будет только начиная с мая этого года. Поэтому для нас это никоим образом ни на что не повлияло. Сколько домов будет расселено в этом году по области? Сейчас в заявку мы уточняем, но домов будет примерно то же количество, что и в прошлом году расселено. Те же 47 домов. Но количество сейчас уточняется. Есть такая практика в городе Орле, и по этому поводу возмущался мэр Сергей Фанасьевич Ступин. Почему расселяется половина дома одного и половина дома другого, когда можно расселить дом целиком? Наполовину расселенный дом представляет опасность, понимаем. Да, конечно. Это может произойти в двух случаях. Первый случай – это когда заявка имеет определенную сумму средств. Вот столько. А дома имеют разное количество квартир, разное количество квадратных метров. И, соответственно, когда писали заявку, то, соответственно, нужно выбрать вот эту сумму средств. И, например, если мы там 10 домов расселяем, а еще остаются средства, то их надо так или иначе выбирать. И берется несколько квартир со следующего дома, который идет в списке. И, соответственно, выселяется оттуда первое небольшое количество людей. Это же кажется абсурдным. Нет, а иначе нужно точное количество, мы не угадаем, потому что средства даются просто. Даются, а квадратный метр мы к ним подводим. Либо там нужно оставить какие-то квадратные метры, какое-то количество не переселить, а переселить. Ну, то есть здесь уже не угадаешь. Такое бывает сплошь и рядом. Это первый случай. Второй случай – это тогда, когда люди уходят в суды. И они отказываются от переселения, а квартиры куплены. И, соответственно, им не принимается решение. Поэтому берется какие-то другие люди. Ну, это, во-первых, понятно. И, соответственно, понятно. И эти люди берутся из другого дома и их переселяют. Потому что, опять же, нужно в определенной сроке освоить эти средства. А иначе не получится. Иначе их заберут просто от нас. Вот в двух случаях это бывает. Никто, конечно, не стремится надергать и не имеет права надергивать квартиры из разных домов и переселить. Нет, нет, боже упаси. Берется дом целиком. Ну, хорошо. Спасибо вам за интервью. Спасибо за новости. Ждем всегда к нам в студию. Спасибо. Приглашайте. Я напомню, это был исполняющий обязанности руководителя блока инфраструктуры Николай Злобин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!